В общем, всем привет. Нас вообще четверо, мы такая крипто команда. Но в команде у нас было две подкоманды, backend и frontend. Поэтому мы с Никитой расскажем про фронт и про весь этот классный QML. Ваня и Мгер расскажут про как они писали шифровку. Мы хотели сделать такое приложение, которое позволяло бы загружать любые файлы и, грубо говоря, шифровать их по паролю. То есть только когда ты входишь в приложение и вводишь PIN, ты получаешь с ним доступ, а в остальное время, даже если их перехватят то-либо, они и зашифрованы. То есть безопасный уголок. Но оказалось довольно сложно пилить фронт, что работает не так, как хотелось бы. Поэтому у нас в основном получилось сделать шифрованные заметки. Ну и фотки добавлять. Сейчас покажем. Так, немного пропустим. Перед нами стояли, естественно, цели и задачи. Мы почти все успешно выполнили. И поэтому у нас получилось мобильное приложение. Вот так вот, если очень видно скриншот нашей программы. Эмулятор дико лагает, а запись экрана тоже. И поэтому мы решили сделать скриншоты. А если с этим надо смотреть, то мы им успокоиться предоставим. На первом слайде это вход в наше приложение. Откуда вы их не зашли, а потом попросите пароль. Из-за того, что идет шифрование и только вы знаете листный пароль. Когда вы теперь установите программу, там отпросите ввести пароль. Это как раз таки мастер читается. И он потом умолит менять на строке. Перепещу на следующую страницу. То есть, да, вот у нас есть прекрасное такое окошко меню, которое можно поменять пароль. Если приложение уйдет в бэкграунд или оно будет свернуто, у нас, грубо говоря, происходит выход из приложения и приходится заново шифровать. Вот такие дела. И это, собственно, на самом деле... Можно подумать, что это просто какой-то... Текст, да, но это квадратики. И если на них нажать, то ты попадаешь в заметки, там ты их можешь писать и сохранять. Мы взяли за базу стандартный блокнот Sailfish. Но он закрытый, поэтому мы его переписали так немножко под себя и кратрики нахуй. Точнее, как пытались сделать что-то походу, чтобы попробовать. Вот, а теперь наши бэкгендеры, они расскажут про... Давай. Крабы, давайте скажем, у вас осталось здесь. Хорошо. Это можно сразу вопрос, и я буду походу... Нет, давай, давай. Общие слова. Общие слова, ну, как опять же сказали, были некоторые сложности в проемке пароля. И, по большей части, мы пароли с языком или с алгоритмами. Вот. GreenCode фишируется. По шифрованию файла у нас идет ксор шифрования. Самое областное, потому что мы не можем что-то такое найти. Банально не успели, да? Да. Зашли гиблиотеку, мы не реализовали. Пароль ша третьим хэшируется. И соль пока что за хардкожина, но, опять же, все в планах. Вот. На файлы наши храним в ВВД. Так вы не пишете, оценули. И работает. И то, если мы непонятно объяснили, происходит только через приложение. Если вы пытаетесь зайти сейчас в любой файловый мейджер, хоть на телефоне, хоть с компьютера, то эти файлы окажутся для вас не доступны. Ну вот. Собственно, все. Можете спрашивать о средствах. Вопрос. Да. Не будут ли в комплекте стандартные гиблиотеки для решения? Нет. Только для хэша. Чтобы хэш создать. В GT-шке есть. А? Внутри на ключе. А? 256. Нет, друзья, какая дина. Ну, по молотению у нас... ...сам ключ имеет отсечку на шести символах, а там сколько строков лезет. А вы проработали, а там какие-то возможности разномазились? Нет. Продумывали несколько путей. Мы не хранили никогда расшифрованный файл в диске. Мы при каждом вот уходе в пакет или полном закрытии приложения очищаем руками память все. То есть, если только залезть во время открытого приложения, каким-нибудь дебаггером память можно вытащить. Больше я пока не вижу. Ну, это с файловой оперативки у нас сжат. Время работы. Ну, если сам пользователь еще будет там запишут, допустим, то же самое блокно стандартный и пароль лезет его, то есть это у нас не получится. Да. Просто я хочу сказать, что вам в следующем лучше рисовать, потому что это как вам нравится? Берется два парала соседей и всорится. В смысле? То, что у нас очень плохой алгоритм шифрования, естественно очевидно. Да. Просто больше не хватило минут сделать ей шифровой диакцион, чтобы было. Окей, понятно. Так, есть вопросы еще? Да. Вы решили сами писать, что давай воспользоваться? Не смогли. Чтобы воспользоваться готовой библиотекой, нужно ее, во-первых, найти, во-вторых, почитать ее документацию, во-вторых, научиться ее использовать. Нет, она не совершается аварийно, она выходит на первую страницу логина и очищает свою память. В общем, да? Да. Ну, вообще, то есть вы не наняли, или все, потом вы снимаете? Не-не, мы дали, ну, дали. Дали, что-то самое, когда не пустя шурупов, вообще, чтобы потом тоже, где я был, только пришел, пошли, нам подним, все. Да. Окей. Все. Спасибо. Спасибо.